я сейчас купил вот мои любимые карандашики но увидел в наборе вот в наборе их они здесь три разных твердости я вижу 2 3 и 4 я сегодня уже не помню у них все запутано какой из карандашей мягче какой тверже карандашах четверка это более мягкие в каких-то наоборот поводу это у негра единицы мягкие двойка тверже не знаю но будем разбираться короче говоря тестируем сейчас вот эти карандаши джаконда кахинор для теста нарисуем что-нибудь но будем разбираться какой мягче какой тверже ворота белые решетка а там домики вот все это вот сюда уходит нет все-таки надо разобраться давайте все-таки протестируем сначала итак это двойка это четверка вот ей богу я разницы не вижу четверка ну тройку вообще не пойму да все я я я я я не вижу разницы что обозначает это двойка тройка четверка ну кому надо в интернете посмотрите погуглите да но на практике никакой разницы нету все поэтому спокойно относимся ко всем я с некоторых пор специально нарочито отказался на от прямых линий я их умею проводить идеально прямые линии вот но я понял что взгляд человека иначе осматривает ну я не реалист конечно но тем не менее все таки хочу приблизить свое искусство к чувственному но ведь искусство это же чувство да это не логика это не чертеж и поэтому я искусство свое пытаюсь максимально делать чувственным вот и именно поэтому я сюда вкладываю свой такой нарочито небрежный жест и потом я обнаружил что этот жест это собственно и привлекает ну меня людей вообще всех и казалось бы вот в этом хаусе линий я из него потом строю ну более системную такую вещь композицию я конечно ошибаюсь не просчитывая и не сканируя так я нарушаю пропорции но это вот тот самый случай когда говорят что искусство вообще произведение искусства это нарушение правил при том условии что ты знаешь что ты нарушаешь и зачем то есть если ты эти правила нарушаешь в поиске своих собственных правил если ты эти правила знаешь да если ты умеешь я могу пропорции рисовать правильно я могу линии правильно рисовать и я знаю для чего я сейчас специально рисую криво и для чего я сейчас специально нарушаю пропорции вот вот тот домик наверное я его упустил вот все таки вот здесь бы этот домик но я его потом как-нибудь сюда вмещу ну этот вот тот здесь не заметен а вот этот все таки я там прорисую он 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 характерный и вот сейчас начинается самое интересное чем отличается фотография от работы художественной так вот этим то что я могу все таки смещать эти здания могу смещать акценты акценты вот вот ну а теперь начнем начнем так и Продолжение следует... 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 Я путаюсь между линиями прямыми и линиями, то, что я называл такими экспромтными и небрежными. Я путаюсь, я продолжаю пытаться провести линию прямую. Хотя надо откровенно вести линию вот такую. Понимаете? Вот, она не должна иметь потуг, который выдает вашу ошибку. То есть, если у нас нет возможности провести откровенно прямую линию, проводите ее откровенно кривой. Кривой в данном случае назвать ее нельзя. Это не... Ну, она кривая по форме, но она, по сути-то, она... Она живая. Кривая это у нас линия, да, которая... Мы подразумеваем неправильная. А в данном случае надо избавиться от вот этого, как сказать, принципа. Ну, то есть, его не ставить в принцип, проводить прямые линии, да. То есть, наоборот, себе поставить принцип, не проводить прямые линии, не проводить правильные линии. Вот. И тогда мы... Ну, будем работать, скажем так, в другой парадигме. В парадигме живой такой вот линии. Ну и хорошо. На то, но и, в общем-то, авторское искусство для того, чтобы искать форму. Другое дело, что в поиске этой формы мы очень много ошибаемся. Ну, так вот, в том-то все и дело, что искусство – это не результат, это поиск. И все время требовать от себя, да, как будто вот над тобой стоит начальник, кто там, работорговец какой-то, который требует от тебя все время ремесленного результата. Ну, вот это и есть рабство, да. Я понимаю, когда над тобой стоит там, вот не высохло еще, карандаш стирается. Но у меня нет возможности сейчас тут и мусорить не хочу, и доставать уже некогда ножик, их подстагивать. И хорошо, что их здесь есть три. Вот, вот там вот здание, оно такое сложное, конечно, но я же его не буду прорисовывать. И даже наоборот, вот тут есть риск лишнее нарисовать. Это я имею в виду то здание, которое стоит за решеткой. Как жалко. Ну, ничего, вот в этом сочетании, нахальном, таком наглом сочетании, в таком наглом сочетании гуаши и угля, вот опять, видите, вот опять я ошибаюсь. Я начинаю проводить прямые линии, не надо проводить прямые линии, вот надо ее ломать. Я почти специально сейчас это делаю, да. Вот, вот не надо проводить, надо проводить, ну, если не совсем откровенно кривые, но не надо стараться провести прямую. А уж если хочешь прямой проводить, ну, бери да проводи. Но я этого не хочу делать, я не хочу. Ну и понятно, что количество этих колечек и палочек я не буду считать. Чертежник бы сосчитал, собственно, что он и сделал, когда он уже чертил эту решетку. А я не чертежник. Ну, карандаш угольный. Я, честно говоря, думал, он будет вообще потверже. Ну, пусть будет угольный, ладно. Вообще, я в последнее время ищу, и надо купить, будет найти твердый угольный карандаш. В принципе, у меня такой есть, но я сейчас не буду менять. Вот этот вот карандаш, он достаточно твердый. Не высохла. Вот так себе карандаш испорчу. Ну, пусть сохнет. Вот чем я сейчас занимаюсь, спрашиваете? Я пошел прогуляться. Уселся на несколько часов. Ну, не на несколько часов, но хотя бы на час, да? В то время, как дома у меня стоит куча дел. От меня ждет к завтрашнему дню уважаемая Тамара Григорьевна граница работы для выставки. Не говоря уж о том, что там заказы просто элементарные, денежные лежат. Честное слово. Которые от меня люди ждут. А я вот, ну, не могу вот я. Я, если с утра вот не прогулялся, или там днем, или хотя бы вечером, я, конечно, могу там днем делать какую-то срочную работу. Но если я вечером не выйду и что-то не нарисую, ну, если я не могу выйти, то хотя бы надо что-то нарисовать. То, что называется самогармонизация, да? Ну, сегодня самогармонизация получилась, ну, не самая, может быть, удачная. Что делать? То есть, в силу того, что я поднапутал тут белое с черным, условно говоря, да? Ну, как эксперимент. Но я же понял это. Я в следующий раз. Не могу дождаться, когда это высохнет. Ну, вот я сам себе испортил. Почти испортил рисунок. Но я его дорисую. Добью. Мы никому не скажем, что здесь ошибка. Вот. И, в общем-то, в качестве эскиза, в качестве эскиза это вполне возможно. Эксперимент, попытка соединять разные материалы. Вообще нежелательно, но возможно. Вот, уж надо ждать, когда это высохнет теперь. Ну, я не Шишкин, конечно. Я не могу вырисовывать тут все это. У меня времени нету, мне надо хотя бы позавтракать и пойти делами заниматься. Вот. Поэтому заблуждается тот, кто думает, что я сейчас буду тут опять же что-то нарисовывать. Я только делаю наметки, да? Вот на березку, которая стоит передо мной. Я ее потом дорисую еще теперь, потому что сейчас мело нельзя. Друзья, иначе вот ustedes я не буду traitor yet. Корректор А.Кулакова Ты мне прид маска наверху, squares. Глав uw ли,가 настор innovation. Хальной юли. Безистое иRec kenкин, айт efectов tudo! Ты эффективный корректор Акс open поetEM! Друзья, дружеский.